Надо сказать, не все захотели мокнуть под дождем в минувшую субботу и воскресенье. Например, на уборку территории Омского цирка так и не явились сотрудники областного правительства. Дождь помешал закончить чистку двора жителям 27-го дома по улице Харьковской. Там из-за осадков и вовсе появился водоем. У председателя совета дома Алексея Морозова и его соседки Людмилы Тимошук машин нет. Поэтому им приходится обходить большую территорию, пытаясь попасть домой, в магазин или на остановку. Все пространство перед Харьковской 27 заняла огромная лужа. Она тут часто даже в сухую погоду. В связи с тем, что в прошлом году подняли дорогу, теперь вообще вода с улицы Кирова, начиная с улицы Кирова, вся стекается к нам. Если будут дожди, здесь вообще невозможно будет пройти так же. Было до самых бордюрных, на уровне бордюр даже на тротуары заливалась вода. Собственникам вообще невозможно было подойти даже к подъезду к своему. Лужа – продолжение дома. В отражении высотка превращается в 24-этажное здание. Оптические обманы на Харьковской случаются периодически. Вот уже несколько лет. Конечно, проблема. Так пошли напрямую, так обходим ее. Это бесконечно. Ничего не помогает. Я не знаю, почему они ее не сделают. Они – это сотрудники управляющей компании «Сибирский коммунальник». Именно люди, обслуживающие дом, должны следить за прилегающей к нему территорией, считают жители. Поэтому после каждого наводнения звонят в диспетчерскую, просят откачать воду и, чтобы она не собиралась впредь, засыпать на парковке и дороге ямы, а также решить проблему с ливневкой. В управляющей же компании раньше людям помогали и воду приезжали и откачивали. Но потом вдруг перестали. Что изменилось? Не могут понять жители. Но эта территория не наша. А чья? Это территория администрации. Я брала такую заявочку сразу же, как лужа была. Меня отругали за это, сказали, что эта территория не наша. И потом, сколько еще они звонили, все это здесь был поднят вопрос так, что дошло до директора. И так до нас донесли, что эта территория не наша. И все же после нашего звонка лужа исчезла благодаря сотрудникам управляющей компании. Но будут ли спасены люди после следующего дождя, вопрос остается открытым.